Добрый день всем присутствующим и всем, которые собираются смотреть в YouTube. Мы продолжаем сегодня чтение книги перевода Рамминиту «Тайны евреев». Ну, я просто хочу в оправдании сказать, мне некоторые критиковали, что надо переводить «Тайна евреев». Вообще говоря, я признаюсь, сначала я хотела так перевести название, но потом, посоветовавшись с Равом Шерке, он наставил на том, что это «Тайна еврея». Еврей – это, конечно, не конкретно какой-то еврей, а имеется в виду обобщенный еврей, то, что Монитон называет словом «еври». Для него это понятие, мы до него когда-нибудь дойдем. «Иврию», то есть еврейство – это что-то базовое в нашей идентификации. В отличие от «Игуди», определение «Игуди» связано с определенным таленом со страной Иуда, которая была частью еврейского народа. И так оно закрепилось за всем еврейским народом впоследствии, но для него это, так сказать, больше связано с не с оригинальной идентичностью еврейского народа, а с некоторым понижением, с ущербностью определенной модели. Это так, подступление. И сегодня я сейчас открою страницу, и мы продолжим читать то, что мы начали в прошлый раз. Вы видите что-то? Я почему-то ничего не вижу. Пока нет, наверное, мы подожгаем. Он написан почему-то пауза. Я еще раз попробую. О, сейчас получилось. Я сделаю текст поменьше, чтобы легче было читать. И в прошлый раз вы меня добавьте, если я что-то важное пропустила, краткое содержание предыдущих серий, скажем так. Мы говорили о важности кардинальных вопросов. Мне то подчеркивало, как важно понять, что описание творения в книге Берешит, в книге, первой книге Тары, оно рождает много кардинальных вопросов. Это непростые вопросы, которые, в принципе, связаны с целью творения, с задачами человека в этом мире. И если в них не углубляться, то остается очень поверхностное восприятие иудаизма. И дальше мы говорили о том, что, и мы обсуждали это с разных сторон, что, вообще говоря, идея творения, она совершенно не национальна. Она, в общем-то, не занимала умы и других народов, и их мифологии почти не встречается. И, скорее всего, потому что рациональное наше восприятие – это то, что мы получаем без собственного опыта. У нас есть некоторые наблюдения над миром, и мы видим, как одни вещи вытекают из других, но у нас ни у кого нет опыта творения. Мы не представляем себе, как это могло случиться, что мира не было, а потом он возник. И это, в некотором смысле, то, что приближает нас к откровению. Потому что без откровения такая идея не должна была зародиться. И откровение, которое дает нам Таран, оно не просто так нам дано, а должно иметь какую-то моральную ценность. Без этого не совсем понятно, что это нам объясняет. Ну, был мир создан, ну, не был мир создан. Сотворен так или сотворен по-другому. Но, казалось бы, какая разница. Это я так сказать, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Если Андрей что-то может добавить, я... Все правильно? И вот мы остановились на вот этой вот строчке. Творение – это бесконечный миг. Вот это тоже я пыталась в прошлый раз тоже объяснить. О том, в той или иной форме наши мидраше об этом говорят. Что, поскольку творение, оно находится за пределами времени, то оно соприкасается с нашим миром в любой момент времени. Поэтому он монету называет это бесконечным мигом, который не существует во времени. Понятно? Он выводит из сокрытия. Это уже дополнительные параметры творения. Что он выводит из сокрытия новое, чего не существовало в нем явно даже. То есть там непонятен совершенно сам процесс творения. Но одна из вещей, которых мы понимаем, оно сначала не существовало, а потом проявилось и появилось. Появляется нечто, чего не существовало прежде в реальности миров. Что такое реальность миров в данном контексте, я не могу сказать. Я не думаю, что оно более-менее ясно для кого бы это ни было. Тем не менее, как нам монету дальше разъяснить, есть стабилистические понятия, которые намекают нам на то, что было как бы до творения. Не надо сказать до, потому что не было времени, но как бы предшествует творению. С другой стороны, если это не вещь, которая существует во времени, то она все время предшествует творению. Если творение происходит в каждый миг, соприкасается с нашим миром в каждый миг, то и другие миры, этапы или что бы там ни было, оно соприкасается, существует параллельно в каждый миг нашего мира. Это так, в виде комментариев. Поскольку человеческое мышление подчинено законом логики, а постулаты рациональной, арестовательной логики, на которой основана западная культура, построены на принципе идентичности или существования, понятие творения полностью противоречит человеческому мышлению. Из ничего не может появиться ничего, кроме ничего. Это обязательно то, что я уже говорила, но не в точности. А почему это противоречит человеческому мышлению? Потому что у нас нет опыта такого, чтобы из ничего появлялось что-либо. То, что добавляет к записям Габриэла, что из устной тарыра в Ашкиназе, то есть она слышала в другом месте, не в этих записях, он говорит, что между Аристотелем и Платоном есть фундаментальное различие. В мире идей Платона осталось нечто от мифа. Что такое миф и как его описывает Маниту, это мы, надеюсь, встретимся дальше. А в то время как Аристотель полностью отошел от традиций своих предшественников и создал западную философию, которая сосредоточилась исключительно на мышлении человека и видела в мире сущность, определяя его человеческим сознанием. То есть есть некоторая сущность, сознание его воспринимает, определяет и задает ему рамки, и исследует его, и видит в нем определенные закономерности и делает из этого определенный выгод. Так, Вася, лучше я понимаю. Как Андрей? Ну да, да, примерно так. Концепция творения не является ни рациональной, ни логичной. Поскольку человеческое сознание – это благотворные почвы для синтеза продукции. Это в некоем смысле сейчас будет отступление. Он утверждает некоторую вещь, что она действительно реальная. И стоит об этом задуматься, может быть, в скобках. Почему так и чего-то. Но это реальность такая, что человеческое сознание – это благотворная почва для синтеза парадоксов. И мы это, если присмотримся, увидим в нашей каждодневной жизни не только среди других, но и внутри самого себя, я думаю. И поэтому можно встретить людей с научной логикой, те, которые вполне пользуются аппаратом логики, рациональности и всего прочего, основанных на опыте, на логике и выводах, и претендующих на подтверждение истинности понятия творения. Он, с одной стороны, полностью физик-теоретик и делает выводы из окута, а с другой стороны, он при этом верующий человек и принимает истинность творения. Как это происходит? Ну, потому что парадоксы человеческого мышления во многих случаях не смущает. И каким образом? С одной стороны, у них логическое мышление, рациональные подходы и так далее. Каким образом они принимают истинность творения? Объясняют монету. Однако эти люди пришли к признанию истинного творения не с помощью собственного разума, а другим способом – через веру. В данном случае он разделяет рациональность и веру от некоторых разных каналов, воздействующих на человека. Тот факт, что люди ориентированы под научную логику, говорят о творении как о чем-то вполне логичном, на самом деле основывается не на их логических построениях, а на глубоком внутреннем познании этих истин через Тору. Это познание истин, находящееся в нереальности, было внесено в человеческое сознание через пророчество. То есть мы приняли Тору, мы приняли это пророчество, но мы приняли его не потому, что аналогично, а потому что мы в него поверили. Потому что, видимо, есть какой-то инструмент в нашей душе, который позволяет принять эту веру, почувствовать, увидеть, не согласуя это с логическими утверждениями. Потом, когда мы веру приняли, уже рациональный ум может ее постфактум уже логически объяснить для себя и думать, что она логически объясняется. На самом деле в основе лежит как раз вера. На следующей странице она пояснит, что тут есть разногласия с Рамбамом. Я это прочту, но я могу спойлер сейчас сказать, потому что вопрос возник. Но Рамбам начинает свою книгу о том, что... Вы же Рамбаму учите, что первая заповедь, это знать, что мир управляет силу, и объясняет, что это должно вытекать. Человек должен знать, что в мире есть... То есть для Рамбама, насколько я это понимаю, это вытекает из логики, вытекает из рациональности, вытекает из наблюдениями, анализом мира существующего вокруг. Но для него, вообще, мне так кажется, для Рамбама разум, это некая высшая ступень, выше других. И поэтому главные вещи, они должны постигаться разумом. То есть это вполне соответствует его подходу. Сефель, какой-то такой. Разум, наверное, да? Рациональность, логика, познание, рациональное мышление. Не знаю, как правильно сказать. Но в этом надо заметить, что Монитурь здесь объясняет это по-другому. Ой-ой-ой. Согласно этому пониманию, то, что мы восприняли через пророчество, осознали своей душой, становится очевидно, что мир и есть творец. Самое очевидное, что мир был сотворен из ничего. Или, по крайней мере, из состояния нет мира. Согласно религиозному представлению, понятно, что мир был сотворен и что он не существовал в той же форме в момент предшествующих творений. Однако такие люди принимают эти истины как само собой разумеющиеся, поскольку они стали естественной частью общечеловеческого сознания. Это еще один шаг. Не то, что люди это лично, каждый в индивидуальном порядке осознал, поскольку получил каким-то образом от пророка, своей душой почувствовал, что это верно, и принял. Но кроме того, еще есть некоторый параметр, который является общественное человеческое сознание. То есть оно принято человечеством, в принципе, большая часть человечества. И при этом это никак не претворяется тому факту, что такое понимание совершенно не следует из умозрительных рассуждений. не следует... Не помню, где это было. Есть такой... Давайте тогда дальше. Андрей, давайте... Оу. Давайте тогда... Почитать? Там интернет прерывается у вас. Оу, ты... Не знаю, как так получилось. Андрей? В этом контексте Каббала учит нас понятию, предшествующему понятию творения из ничего, понятию неожиданному как для философской, так и для теологической души. Еще до творения из ничего, сотворению мира, предшествовало то, что называется ничто из нечто, так называемый цим-цум, редукция. Каббала объяснит нам необходимость этого понятия. Ведь по Торе божественная сущность предшествует всему, включает в себя все вечно и неизменно. И он был, и он есть, и он пребудет вечно в великолепии. Это из пиюта Адон Улан. То есть нечто, предшествующее творению из ничего. Это творец получается, или ничто из ничего. Творец безусловно предшествует, что он был, и он есть. И это, как мы сказали, это не по времени предшествует, это предшествует творению, которое происходит, творение происходит постоянно, во все времена. И ступенью выше, как бы перед этим, есть некоторый процесс, в результате которого возникает творение, возникает мир. То есть перед этим есть еще нечто. Видимо, я думаю, он не то хочет сказать, что творение из ничего намекает все-таки нам на то, что есть некоторые уровни в мире, которые, может быть, нам не постижимы, но они существуют. И Каббала говорит, что там перед творением предшествует ему, постоянно предшествует некоторый процесс, называемый редукцией, цинцум. А цинцума разве это не есть творение? Нет. Собственно, Бара, это же очистил место. Нет. Бара это вывел наружу. То есть сначала должна быть это наружу. Это место, в которое надо выводить. На самом деле Каббала занимается очень во многом подробностями, которые, конечно, мне тут в такой книге не вникает. Но мне кажется, он подчеркивает это понятие цинцума, редукция Божественного света, чтобы объяснить нам, что уже в этом самом действии есть некоторый моральный урок важный. Моральный урок, который заложен еще до творения. Не то, что до, потому что опять все время приходится оговаривать, это не во времени. Цинцум происходит постоянно во все времена и во все мгновения. происходят цинцум и творения. То есть все эти уровни, миры, о которых говорится, часть из них есть какие-то каббалистические описания этих процессов, которые на самом деле мы не будем в это вникать. Я просто хочу сказать, что Каббала пытается образным языком объяснить нам взаимоотношения Всевышнего с миром в процессе творения, что это довольно сложно, но она выбирает какие-то понятия, которые отражают разные процессы. В частности, вот этот цинцум, это одно из центральных понятий в Каббале, и цинцум он предшествует сотворению мира. Ну, я думаю, что монеты еще к этому вернется, если на самом деле тут есть еще и попытка в некотором смысле Каббале разрешить некоторое философское противоречие как-то, эмоциональное, скажем так. если Всевышний находится всюду, то есть нет в мире места свободного от него, как в этом мире может существовать что-то отличное? Мир, в котором есть недостатки, мир, в котором есть свобода воли. Это как бы не согласуется с идеей о том, что в любом месте, в любой точке он существует или с трудом согласуется. Поэтому Цим Цум объясняет нам, что для того, чтобы создать мир, в котором есть свобода воли, нужно создать некоторое пространство. То есть освободить от божественного присутствия какое-то место. Опять же Цим Цум это понятие Цим Цум это я в скобках совершенно говорю, различные каббалисты объясняют по-разному и в разных объяснениях могут быть разные места. Не можно задать разные вопросы, скажем, но не хочется на это отвлекаться, потому что это не совсем наше тело. Аммонитон подходит к этому вопросу, чтобы объяснить там моральность, нравственную направленность творения. И продолжая, при этом важно подчеркнуть тот факт, что о сущности самого Творца у нас вообще нет никакого представления, и мы не способны ее постичь. Согласно Каббаля, наиболее близкое к Творцу понятие, о котором вообще можно рассуждать. Хотя про него мы тоже ничего совершенно сказать не можем. Называется Оренсов, свет бесконечности. Да и оно само по себе является всего лишь ограниченным и вторичным, и не может определять суть Творца, описывать его или как вы с ним соотноситесь. То есть вообще говоря, и про Оренсов мы ничего фактически не можем сказать, известно, а тем более про Творца, потому что Оренсов это не Творец, это что-то еще, что мы можем представить, может быть, не понять, но назвать, что суть Творца это не будет иметь прямого отношения. Ладно. Это все совершенно непростые вещи, и мне кажется, в дальнейшем они немножко прояснятся, но я думаю, что мы не тут специально начинаем свою книгу с того, чтобы мы поняли, что здесь есть вещи непростые. Мы продолжим? Да. Рациональное объяснение необходимости существования Творца и Творения убеждают только того, кто изначально верит в это. Это вот как раз о чем я и говорю. Человека можно убедить только тогда, когда он сам уже убежден. Можно научить только тому, что сам ученик уже знает, а не чему-то новому, так как логике всегда противостоит сомнение, и они оба одинаково сильны. Количество и вес логических доводов в пользу того, что мир был сотворен, равны тем, которые доказывают, что мир не был сотворен. Здесь перед нами появляется одно из самых важных правил для понимания мира Тора, и это идея свободы выбора. Мы читали в одной хасидской книге понятие вера, что такое вера, и там это объяснялось, по-моему, это рабинат из Браслова был, что у человека есть некий корень души в этой самой структуре Адама, и когда он начинает светить, и он понимает, что мир сотворен, есть Бог и так далее, у него это проявилось, и он верит, все, вот это некая искра оттуда. А потом он уже на уровне начинает себе вот это все объяснять, и поскольку это задача разума, то он может логически объяснить все, что угодно, и соответственно у кого проявилась вот это как это называется мозаль, если человек не знает, то мозаль его знает, то он доказывает себе и другим, что мир сотворен, что есть Творец и так далее. А у того, кого это не проявилось, он точно так же логически доказывает себе и другим, что мир бесконечен или другие какие-то идеи? Ну, не бесконечен, а вечен. Вечен, да, в смысле, что нет творения, что он там постоянно перерождается из одного состояния другого, не было момента творения, не было начала времен, он всегда так. Да, я думаю, что это подходит сюда. Когда человек выражает свое мнение по вопросу о творении, он тем самым определяет, кто он сам. Мы сейчас подошли к вопросу о свободе выбора. и на самом деле мне лично это точка очень близка. На самом деле, как бы, если вы позволите мне отступление личное, как я, собственно, пришла к вере, именно вот произошло. Я даже не могу сказать, что было, вот, то, что Андрей описывает, что возникла виска в каком-то, может, я там и возникла, но у меня не было такого ощущения. Некоторые мои друзья приходили, говорят, у тебя было откровение. У меня не было откровения. Я просто осознала, вот то, что Монету пишет здесь выше, что логические выводы, то, что мир сотворен, то, что Бог есть, и то, что Бога нет, и мир не сотворен, логическими выводами ничего такого доказать нельзя. Нету доказать, не может. У нас нет. Наука может доказывать что-то повторяемые какие-то процессы. Мы сделали один опыт, другой, третий, получили какую-то кривую. Вот, мы можем писать теперь формулу, понять, что здесь закономерность это наука. По поводу творения, по поводу того, что находится в ней мира, что наука, что логика может сделать. И в этот момент я поняла, что все зависит от моего выбора. Я сама могу выбрать, верить мне или не верить. И в этом случае это просто для меня лично, не знаю, как для других. Я поняла, что жить в мире, в котором нет Всевышнего, нет цели, нет смысла, нет справедливости. В мире нет справедливости, допустим, но должна быть. Должна быть мораль. Просто мне не хочется жить в таком мире, поэтому я как бы создала собственный мир тем, что я приняла веру во Всевышний. То есть логика похожая, хотя, может быть, без откровения, без Торы. Я бы к этой мысли не пришла, потому что это было то время, когда я начала изучать Тору, и, наверное, это меня подтолкнуло к такому логическому на заключение. Вам себе интересно? Ну, очень интересно, что вот это состояние, когда человек вдруг понимает, что вот я сейчас сделаю выбор, и от этого зависит, в каком я мире буду жить. А на самом деле, по большому счету, все равно, что я сделаю другой выбор, буду жить в другом мире. Вот интересно, как человек попадает в это состояние. То ли он дорастает до него, то ли Творец дарует, но ведь это очень непростое, это очень высокое состояние, когда вот он реально делает выбор, а потом он начинает идти совершенно в другой мир, и строить его, и потом он понимает, через какое-то количество лет, что я реально уже живу в том мире, который я выбрал вот тогда. Да. Да. И, наверное, даже можно больше сказать, что любой наш выбор, каким-то образом переносит нас в другой мир, может быть. Когда человек урожает... Есть выбор свободный, есть выбор не свободный, да, есть там, когда я выбираю, исходя из какой-то вынужденности, да, а вот тут вот, то, что вы говорите, вот это состояние, реально, как будто смотришь надо всем, да, и понимаешь, вот это реально, вот это реально, и как я сделаю, так и будет. Да. И насчет вынужденности, я не знаю, действительно, когда выбор сложный, сложный моральный выбор, это немножко ситуация, наверное, немного другая. Опять же, я просто хотела в скобках заметить, что в ситуации сложного морального выбора ты тоже можешь попасть в разные имеют результаты. Каждый выбор, он определит твое будущее. Ну, это, в общем, на самом деле, одно из тоже важных, важнейших понятий в монету, понимание того, что каждый выбор, он меняет мир, он меняет историю, он меняет тару, то есть персонажи тары, которые делают определенный выбор, они из этого вытекают все, что происходит потом. Теоретически, все могло бы происходить совсем другому. Ну, это, в общем, понятно, есть даже художественные произведения построены в поэтах. Я немножко не поняла, где мы остановились. Тот, кто читает, считает, что мир сотворен, тем самым применяет из его морального ограничения. А, это мы не читали еще, да? Когда человек выражает свое мнение по вопросу о творении, он тем самым определяет, кто он сам. Это, мне кажется, очень-очень важный тоже не только в каком мире он живет, то, что мы говорили до этого, а кто он сам, кем я являюсь. Это понятие идентичности, оно тоже одно из центральных в учении монетур. Кто я такой? И от моего выбора, от выбора того, что я делаю в этом мире, зависит моя идентичность. Есть возможность выбирать, и это определяет меня в большой степени. Тот, кто прочитает, считает, что мир сотворен, тем самым принимает на себя моральное ограничение, которое обазывает его этот выбор. А тот, кто предпочитает, считает, что у мира нету отца, выбирает также и последствия, вытекающие из этого воззрения. Что касается морали, в этом случае он ничего не говорит, и я тоже не буду касаться. корень этой проблемы, а именно проблемы выбора, а в конечном итоге и мораль, понимание основных процессов, происходящих внутри нас. Человеческая логика может в равной степени поддерживать возможных подходов к творению. Разум, убежденный в той или иной реальности, это разум, уже совершивший свой выбор, у которого уже есть определенное направление, и поэтому он ощущает именно такую реальность, и не ощущает, не признает или не осознает противоположной реальности. Здесь существует выбор способа, которым человек предпочитает мыслить. Вау. Мне кажется, это очень здорово, да, ты сделал выбор, и выбрал себя, и выбрал мир, и выбрал способ мышления. Если никто ничего не хочет добавить туда, давайте дальше. Может... Просто на каком основании человек делает вот этот выбор, да, вот, вы рассказали, что я сравнил два мира, да, и понял, что вот этот мир, он лучше, да, он мне больше нравится, да, вот, интересно, да, вот, ну что, в нас встроено вот это выбирать хорошее, отвергать плохое, да, почему мы именно хорошее выбрали, да, и не является ли это каким-то уже навязанным, да, или может быть наоборот, это как раз вот то, как творец, да, всегда говорит, «зетов», да, увидел, что это хорошо. Можно я чуть-чуть? Да-да-да, конечно, нужно, мы тебя ждем. Я хотел сказать, как это было в жизни у меня. У меня это был какой-то момент, похожий на такой взрыв мозга, когда я вдруг задумался вот о бесконечности вселенной, там вот это вот все. И тут просто как спасительная мысль, что не думай об этом, есть Бог, Он все знает, тебя пока знать не надо. То есть у меня, собственно, получался выбор такой, либо я в это верю, либо я схожу с ума где-то так. Вау. Вау. Интересно, похоже, что разум, в общем-то, тут интересно, потому что у разума есть какая-то тоже, безусловно, вообще все эти деления на разум, чувства, деления на разные качества души, они в большой степени условны, потому что это все связано одно с другим. И разум подталкивает нас тем или другим способом принятия решений. У меня такое ощущение в данном моменте. Решение может приниматься не разумом совершенно, а где-то на совсем другом, другой точке. Очень здорово. Кстати, я, когда меня это больше занимало в начале своей религиозной жизни, я с разными людьми беседовала, что их привлекло к религии или что их не привлекло к религии. И среди нерелигиозных людей я никогда не слышала возражения на вот этот аргумент, что должен же быть в мире смысл, должна же быть в мире справедливость. Они объясняли по-разному свое понимание того, что должен быть смысл, должен быть справедливость, не связанное с творением, не связанное с Богом. и только один из всех людей, которыми я говорила, я не помню, кто уже это был, но меня это очень удивило, потому что он был один такой. Он сказал, а в мире нет смысла и нет справедливости. Если всех, только один человек честно и откровенно сказал, что то, что я вижу в мире, в нем нет ни смысла, ни справедливости. поэтому с какой статьей? Это был верующий человек? Нет, нет. Нет. Я с разными людьми говорила тогда, и мне нечего было сказать. Он сделал, он не просто сделал выбор, он сделал осознанный выбор. Кстати, очень многие люди делают выбор неосознанно. Они не ставят перед собой такой вопрос. В какой мир я попадаю, если я верю или если я не верю. Меня так научили, я так живу, мне так объяснили, и я в это верю. Это очень часто случается. На это как бы и рассчитывают всякие семинары по не хочу говорить про умывание мозгов, но про приближение к Всевышнему, просвещению религиозному и так далее. Вот этот человек сделал осознанный выбор, что нет смысла и не справедливости, да? Да, в мире нет, нечего надеяться и должно быть, в общем-то, я думаю, что это осознанный выбор, я в Бога не верю. И мир это подтверждение. если я так подумал, что он живет в мире ограниченном каком-то, что если вот эта бессмысленность ее бесконечно увеличивать, 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 то в какой-то момент такому человеку может стать страшно, и он решит сделать другой выбор, может быть. не знаю, но вот видимо ему не страшно, он наверное как бы с этим прожился. Не знаю, я даже не помню, кто это, интересно, я помню, где это было, в каком помещении, где я тогда работала, был один человек, который там работал, кто это конкретно я совершенно не помню. Был не очень близко знакомый людям. Я думаю, что это очень интересный был материал космышления, мы хотим еще продолжить один абзац, я думаю, да? Прочтешь, Андрей? Да. Человек единственное существо в мире, которое сталкивается с проблемой свободного выбора между добром и злом. Многие люди читают Танах и интерпретируют описанные там события так же, как интерпретировал их змей. Это происходит потому, что в тот момент, когда человек осознает дилемму своего самоопределения, кто он, создание наделенное свободой выбора или развитое животное, он обречен стать свободным. И это момент, поражающий своей новизной. Вот это как раз момент выбора. в общем-то это похоже на то, что я, конечно, когда думала, я думала больше о мире, а не о себе самой. Но с другой стороны, это связанные вещи. Если в мире нет всевышнего, нет справедливости, нет смысла и всего прочего, то связанность с моралью и так далее, то и люди определяются всем по-другому. Дальше там будет про змеи, откуда он взялся и что он с собой себя представлял. но суть от этого не меняется. Развитые животные отличаются от человека тем, что на самом деле ничего его не обязывает быть морально. Никакой сущность мира его к этому не обязывает. мир не построен на основе морали. У него нет никакой задачи специальной. То есть, конечно, есть моральные нерелигиозные люди. У них как бы они строят моральные системы, исходя из какого-то внутреннего, может быть, из того же божественного источника, не осознавая того. но при этом с точки зрения логики, с точки зрения общего подхода, они не отличаются от, они не являются тем человеком, которым создал Всевышний. и только сам человек, и никто кроме него является ответственным за свой подлинный выбор, самый глубокий и самый важный в его жизни. но я думаю, что это вопрос не только к тем, кто нерелигиозен или, скажем, агностен. Я на самом деле как бы я в те времена не определял себя как нерелигиозный. Действительно, это представление о мире, что доказать ничего нельзя, оно у меня было. и единственная мысль, которая возникла, если доказать ничего нельзя, то у меня есть выбор, я могу выбрать. Выбор здесь как бы действительно, как говорит Маниту, он критичен, и он возникает не только у тех, которые называют себя агностиками или нерелигиозными, но и у религиозного человека тоже. На самом деле, этот момент выбора, он происходит, я думаю, в каждый момент времени, в каждый момент времени я имею право выбрать то или другое, независимо от логики, разума, доказательств и так далее. И опять же, верить в то, что мы же по сути не можем доказать, что у нас есть выбор, можно точно так же доказать, что этого выбора нет, все, что нам это нам только кажется, нам точно так же транслируется. И получается, что верить в то, что у нас есть выбор или верить в то, что у нас нет выбора, это тоже предмет выбора. Да, это здорово, потому что на самом деле многие хасидские учения, они фактически почти отрицают свободу выбора тем или иным путем, как бы, поскольку некоторые из них считают, что это процесс предшествующий творению, процесс цимцума, который как бы Бог устраняет себя из нашего мира и обеспечивает свободу выбора, что его не надо понимать по-простому, на самом деле он не происходит, что все равно Бог присутствует в каждом мире. И это иногда приводит к некоторым философским выводам, что и свободы выбора фактически у человека нет. Это в некотором смысле иллюзия. Я огрубляю учность, но у некоторых хасидских подходов есть такая сторона. И это немного проблем, да, потому что в данном случае, несмотря на то, что монетул каббалист, он немножко каббалист в другом, не совсем хасидского направления, совсем не хасидского, сафарского, скажем так. В мошкенатском мире есть различия между хасидами и метабидами, которые тоже изучали каббалу, но это одна из точек различия, потому что метнагиды, у них нет такого понятия, что цимцум, лёгк шутов, не по простому вниманию. Для них цимцум это цимцум. Вопрос в том, как его понимать уже, как объяснять, как его мысленно представить, это отдельное дело. Тем не менее, если Бог дал пространство для мира, дал человеку возможность выбора, это реально возможность выбора. И как бы мы предпочитаем в это верить. Очень трудно доказать это. Поэтому это как раз точка, в которой есть различные подходы в илдаизме. Мне кажется, у меня, например, такая была динамика. Вначале каждый человек думал, что есть выбор. Нам так кажется, когда мы рождаемся, у нас есть выбор. Потом я начал размышлять, размышлять, и пришел к тому, что выбора нет. Чисто интеллектуальными спекуляциями. На следующем этапе пришло к тому, что выбор есть, но это уже чисто я решил верить тем учителям, которые говорят, что он есть. Опять же, это мой выбор верить им. Они говорят, выбор есть. Я доказать не могу, но я верю. Опять же, это мой выбор верить в то, что выбор есть. Вот такой путь. Это тоже такая игра своего рода. в пустоте, в бесконечности. Ты можешь туда пойти, можешь туда пойти. Вот я решил идти по той линии, что выбор есть. Но это выбор есть, это уже не так, как в начале, когда человек просто ощущает в этом мире, что я могу сделать любой выбор и пойду в другой стороне. А это уже надо осознанием, что выбора нет. Что произошло? Хама отключилась. Да. Да. На фраму вылетела. Так, ну, может быть, кто-то хочет еще что-то добавить, прокомментировать. Я хочу добавить. Ой, извините, пожалуйста. Нет, нет, все, уступаю. Спасибо. для меня, например, вопрос выбора решался следующим образом. Когда я поняла, что в зависимости от моего выбора, как я выберу, такова и будет моя реальность, меня, например, согрела мысль, что я подобна творцу. То есть, вследствие своего выбора, человек сам творит свою жизнь, свой мир. И, исходя из этого, соответственно, берешь на себя ответственность за свой выбор, относишься к нему более трепетно, потому что далее последует жизнь, которую ты выбрал, которую ты сотворил своим выбором. Согласна. Полностью согласна. У меня было то же самое. Я все. Спасибо. Да, здорово, Гриша. А я просто хотел сказать, что мы сейчас немножко забываем о том, что ребенок-то рождается и он только через несколько лет начинает вообще осознавать, что он есть нечто отдельное от родителей, от мира, что вокруг есть мир. То есть, получается, что к тому моменту, когда он дорастет до морального выбора, в него уже что-то вложено. просто мы этого не помним. Ну, вложено. Опять же, считается, что человек получает выбор в 13 лет, условно, когда он принимает заповеди. А заповеди это и есть, собственно, выбор. Поступать по заповедям или нет? всегда получается, что в нас что-то вложено, как в того ребенка, который, причем, когда в него вложили, он не осознавал. Вот вернулась на хама. Мы тут пока побеседовали. Это хорошо. У меня на секунду отрубилось электричество и вырубился интернет из-за этого. Извините, пожалуйста. Это вот такое секундное дело. Выключился, включился и все. И пока вылетел вот. Ну, секунду, а запись идет? Да, запись вроде идет. Слава Богу. Ну, так я не хотел вас прерывать своим проявлением. О чем шла речь? Ну, возможно, можно, да, пожалуйста, так немного высказать. Ничто из нечто, это, наверное, подразумевает под собой от сложного к простому, да, и то, что мы не можем понять своим разумом. Или нет? Нет, нет. Что-то из ничего, это как бы мы не можем понять своим разумом, как что-то может возникнуть из ничего, потому что на опыте это не существует. В жизни такого не бывает, чтобы из ничего возникло что-то. Мы с этим и встречаемся. И по нашему представлению как бы действительно снова что-ли? Нет. мы не говорили о ничтое из чего-то. Нет. Мы говорили о том, что рациональное логическое мышление, оно не приводит человека мысли о том, что мир мог возникнуть в какой-то момент неизвестно откуда. Из ничего как бы с точки зрения временной последовательности его не было и потом возник как бы из ничего. Я просто думал, что это говорится о Всевышнем, что он как бы нечто, это то, что было в нем и то, что ничто, то, что он сделал и то, что мы не можем это понять. А, нет. Действительно, это как бы аксиома. И она во многих комментариях подчеркивается, например, букву «бет» слово «берешит», она говорит, что это только в одну сторону. Мы не знаем, что предшествует. И во многих текстах «вторые» и «танаха» подчеркивается, что Всевышний непостижим, что человек не может понять его сущность. И эта мысль развивается еврейскими философами с древних времен. И на языке Каббалы она тоже разъясняется. Потому что Каббала, она пытается описать некоторый процесс переходный между тем, чтобы понять абсолютное состояние, то есть Всевышнего, и тем, что связывает или разделяет нас. Есть же некоторый парадокс в том, что с одной стороны Всевышний он отделен от этого мира непостижим, а с другой стороны он связан с нами через пророчества, через какие-то наши чувства, разум, душу, какие-то параметры души. И это в каком-то смысле парадокс. как это работает, как эта связь работает, мне кажется, Каббала пытается объяснить. То есть эта связь, она работает на всех уровнях, на личном, на общественном, во всех явлениях природы и общества и так далее. При том, что те понятия, которыми Каббала пользуется, саннии, скажем, понятие света бесконечности, Оренсок, оно тоже как бы уже за гранью нашего постижения. Тем не менее, она пытается описать, как бы, каким образом Бог пришел к творению и каким образом творение стало возможным или становится возможным каждым. Очень трудно нам говорить, не используя терминов времени, но вот эти процессы, которые Каббала описывает, они не для того, чтобы технически могли сказать, вот, вот, я теперь знаю, как мир был сотворен сначала, а, это не наука, это некое описание, которое призвано нас чему-то научить, в данном случае, вот, тому, что творение это моральный акт. Спасибо, что такое мораль? Понял, почему дальше? Мораль это прежде всего дать место другому, дать место миру это моральный акт. То есть, мир и Бог связаны моральным актом творения. Бог дал человеку место. Творению, миру, человеку, обществу. И дал, ну, соответственно, свободу более. Это вот то, что я могу сказать. Если это ответ, я не знаю. спасибо тебе, более-менее понять не стало по тексту, что там было написано. Ну, тогда, поскольку Андрей уже дальше не может продолжать, мы на этом остановимся. Если есть какой-то вопрос еще, Гриша, Симур, ну, тогда до следующей недели. Спасибо. Приятно вас всех повидать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, Лена. Очень интересно, Микама. Спасибо. Надеюсь, что будет запись. Я не сначала подключилась. Запись, да. Вот сейчас была сначала. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.